Всем привет! Сегодня видео не по теме, ни детейлинга, ни малярки. Заезжают новые машинки на пленку к ребятам. Есть проблема, им нужно снимать ручки зеркала. Они не знают бояться сломать, я их понимаю. Я тоже не разбирал ни разу. Но начнем по порядку, поскольку все равно снимать зеркало, потому что пленка мешает тянуть, надо снимать карту. Потому что все равно корпус оттуда внутри. И чтобы не ломать в тупую ручку, хотя бы мы открыли, тут пробка есть, винт выкрутили. Но ручка хитрая, ручка с выворотом вверх идет. И тут видна заглушка. Но чтобы не ломать, интереснее посмотреть, как устроен механизм изнутри со стороны карты. И потом уже благополучно можно все отрывать. Снял карту, она держалась, получается, на раз, два, три, на четырех винтах. Сейчас показываю, где они были. За заглушкой большой, которая закрывает подушку. В ручке одна, где-то вот тут уходит она. И одна заглушка была с торца. Вот тут вот маленькая. И потом, карта все равно не снимается по-человечески, как мы привыкли оттягивать. Она висит на крюках, на петлях. Я аккуратно отогнул, фонариком посветил, посмотрел. Сейчас буду разбирать водительскую сторону. Покажу полностью, полностью. Но от того, что мы сняли карту, легче нам не стало. Ручку мы не видим. Поэтому ручку будем ковырять, продолжать как-то придумывать, как ее снимать. В общем, по поводу зеркала. Что мы видим по поводу зеркала? Мы ничего не видим по поводу зеркала. Возможно, придется отщелкивать карту, накладку. Ладно, разбираем дальше. Итак, все поснимали. Зеркало, ручку. Ручка вообще по-хитрому. Сейчас на водительской стороне буду показывать. Так по-конченому закреплено, что ай-на-не. Вот эта пробка, которая с торца стоит, она тут, по сути, выполняет какую-то декоративную роль. Ну, в этом случае заглушка, с той стороны это ключ. На ручку она никак не влияет вообще. То есть ручка тут крепится автономно. Чтобы снять ручку, надо снять дверную обшивку. Потом выстрелить пистоны. Благо они вытаскиваются на себя. Снять карту, снять динамик, открутить айрбэк, вывернуть его вверх, чтобы был доступ залезть туда-вовнутрь. Оттуда, в позе, да, примерно вот такой, в позе зю. Тянуть, толкать, это будет капец. Но сейчас минут за 20, я думаю, раскручим мы ее. Ай, молдинг еще с ней. Приступаем. Продолжение следует... Далее. Вон там пробка. Давайте поближе. Тут пробка. Там огромный болт. Вон он. Болтик. И он на одном болту держится, зеркало. Но к зеркалу подходит какой-то из шлейфов сюда. Да, то есть мы сейчас найдем его. Стоп, 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 не шевелее, а то упадет. Ах, хрен, все равно как-то стой. Страйк, но мы все равно вскрываем карту. Это из-за спешки. Теперь, теперь, не спеши, какой-то из шлейфов еще нам будет мешать. Снимаем каретку. Да, зачем? А, шутка, конечно, хорошая, но не смешная. ЧПОК, а динамик божественный. Он, наверное, валит. Тут царь. Чупаем. Ищем шлейф. Вот он, шлейф крайний. Тут конченые крокодилы. Но те, кто с прорывкой сталкивается, они в курсе, как там стоят защиты от детей. Есть, зеркало сняли. В принципе, как бы, но упробуем. Идем далее. Есть на карте Херова гора вот таких вот клипс. Раз, тянем на себя и вылазит вместе с клипсой. Либо же проталкиваем вовнутрь, это на любителя. А смотрится, честно говоря, так, как будто они неразборные. Немцы. Нам надо ключиком на 10 отщелкнуть подушку. Вот эти винты, смотрим. Вот этот один, там и там. То, что видно, помеченный краской. Вот эти винты надо сейчас выкрутить. А когда машина поднята, на подъемнике это удобнее делать. Но когда это было на земле, все так покончено. Сейчас кое-как изворачиваясь, потому что карта больше, чем настолько, не отгибается. Поскольку вот этот датчик удара, отсоединять его не стоит. Массу откручивать тоже не стоит. Ну его нафиг. Подушка, она тут очень дешевая. Я думаю, моей почки хватит, чтобы ее купить. И, в принципе, открутив эти три винта, потом попытаюсь показать. Сейчас попытаюсь показать. Есть вот эта вот петелька. Я ее сейчас краешком отверстики ковыряю. Вот эту вот петельку надо приподнять. Я вам засвечиваю все через стекло. То есть там есть крючок тут и крючок вот там. Вот его тоже надо поднимать. Только тогда снимется ручка. Такой вот геморрой. Ну, под шум моторов. С дверью я закончил, ну, в общем, минут, наверное, за 15. Теперь еще, ребята, надо снять под пленку вот эту вот надпись. И сохранить ее в таком же расстоянии, междустрочном. Ну, а по поводу выше-ниже, это просто надо записать размеры. Для этого нужна транспортировочная пленка. То есть что-либо, что у нас будет держать на себе буквы, пока они будут в снятом состоянии. Берем ту пленку, которой они будут работать. Отрезаем, примерно, все нам надо по ширине. Обезжириваем буквы, чтобы на них держалось все хорошо. Смело приклеиваем и прокатываем. Прокатываем хорошо, чтобы все было нормально. Зубная нить очень-очень крепко себя в этом плане ведет. Другим тут особо ничем не подлезешь. Допустим, обычной нашей нитью для шитья, вот, допустим, вот этот значок уже не пролезет. Так, оно начинает борзиться. Ничего страшного. Значит, будем резать так, чтобы сразу по полторы буквы прорезать. Надпись сохранена. Ну, надо будет тут чем-то думать потом, ребятам, чем они будут клеить. Ну, скорее всего, это будет герметик. Такая вот ерунда. Это все элементарно. Либо руками сейчас откатываем, потому что, по-моему, здесь нету для снятия герметика круга. Ну, руками он благополучно откатывается, поэтому пацанам будет чем заняться и заниматься. У меня на этом все. Может, кому-то будет полезное видео. Может, не в этом году, может, не в следующем, но когда-нибудь такие машины и у нас все равно будут. Всем удачи. Пока.